Россия является угрозой евроатлантической безопасности. Об этом говорится в итоговой декларации встречи лидеров НАТО в Лондоне. В документе также отмечается, пока существует ядерное оружие, Североатлантический альянс будет оставаться ядерным. В британской столице находится корреспондентка ЮЭТВ Наталья Чикатун. Она расскажет больше. Наталья, а какие итоги подвели участники на полях саммита сегодня? Один за всех и все за одного. Вот один из месседжей Йенса Столтенбурга после встречи с лидерами НАТО. И, собственно, он сказал, что нападение на одну из стран членов альянса уже будет рассматриваться, конечно же, как нападение на весь альянс. И это железное правило. И ему сегодня выразили поддержку все 29 лидеров стран. Также Йен Столтенбург сказал, что будет продолжаться борьба с терроризмом, в частности, ИГИЛ, как и тренировочные миссии по борьбе с терроризмом в Ираке и Афганистане. Кроме того, он сказал, что впервые говорили про милитаризацию Китая и про угрозы, которые могут возникнуть в связи с этой милитаризацией. Они хотят, лидеры стран НАТО, лидеры стран членов НАТО хотят включить Китай в соглашение по контролю над вооружениями. То же самое и для России. И про Россию. Предлагаю послушать. НАТО реагирует на развертывание России ядерных ракет средней дальности оборонительным и скоординированным образом. И мы по-прежнему привержены укреплению эффективного контроля над вооружениями, а также политикой разоружения и нераспространения оружия. Еще напомню, что вчера министр иностранных дел Вадим Пристайко на конференции НАТО Энгейдж на полях саммита сказал, что Россия это террорист и не видит разницы между Россией и террористом, терроризмом. Собственно, также он отметил, что во время переговора в нормандском формате, который состоится уже 9 декабря, Украина не пойдет на уступки по многим вопросам, на уступки с Россией. 2 сентября советники лидеров четырех стран, Украину представлял я в тот раз, я уже был назначен министром, утвердили заключительное положение комьюнике, которое будет опубликовано после нормандской встречи. На сегодняшний день это проект того, что лидеры скажут. Документ, скажу честно, осторожный. Это база для того, чтобы лидеры планировали свою работу и успели все обсудить. Президент США Дональд Трамп также сказал, отметил важность проведения таких переговоров в нормандском формате. Это Россия, Украина, Германия и Франция. Он сказал, что, цитирую, война на Донбассе длится слишком долго. Студия. Спасибо, коллега. Наталья Чикатун, корреспондентка UATV. Саммит НАТО. Второй день проходит в Лондоне. Продолжение следует...